МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире национального телевидения Чуваши информационная программа «Республика» в студии Галины Титарчук. Смотрите сегодня. Более 700 новых рабочих мест. В Чебоксарах один из крупнейших операторов связи открыл операторский центр. Добрый день, неделя или даже годы. В столице Чувашии продолжается марафон добрых дел. Наши дети лучшие на свете. Подведены итоги форума «Одаренные дети Чувашии». Завтра исполнится 20 лет с момента принятия Конституции Российской Федерации. Основной закон страны вступил в силу в непростое время и, по сути, провозгласил новый принцип государственного строительства. О том, что значит Конституция для всех и для каждого, говорили сегодня в Театре оперы и балета. 20 лет с точки зрения истории человечества меньше, чем миг. Но этот период вместил в себя очень много. Конституция России внесла всту необходимую долгожданную ясность. Действие предыдущей советской Конституции 78-го года слишком затянулось, хотя она уже не соответствовала общественно-политической обстановке. Особенно остро вопрос встал после августа 91-го и октября 93-го года. Все эти коллизии были связаны как раз с отсутствием основного закона. Новая Конституция России упразднила советы, закрепила государственный строй, основные права и свободы, определила систему высших органов власти. Конституция в то нелегкое и неспокойное для России время фактически заложила правовые основы для общественного согласия. В основном законе закреплены объединяющие все общество принципы. Это приоритет прав человека, принцип разделения властей, правовой, социальный и федеративный характер государства, равенство граждан перед законом и судом и многие другие. Полную видеоверсию торжественного мероприятия, посвященного 20-летию Конституции России, можно будет увидеть в эфире национального телевидения Чуваши 12 декабря в 21 час. Тысячу квадратных метров и более 700 новых рабочих мест. Один из крупнейших операторов связи в России открыл в Чебоксарах новый контакт-центр. Для чего он нужен и чем будет заниматься в нашем репортаже. Прием огромного количества входящих звонков, консультации абонентов, оформление заявок и заказов клиентов, организация горячих линий, активные продажи, анкетирование и опросы. Это далеко не полный перечень того, чем приходится заниматься сотрудникам так называемых контакт-центров, крупных операторов сотовой связи. У одной из ведущих компаний России операторские площадки таких контакт-центров есть в Москве, Костроме, а теперь и в Чебоксарах. Новый операторский центр обеспечит занятостью более полутысячи человек. Компания предлагает достойную зарплату и удобные графики работы, что может заинтересовать, к примеру, студентов и выпускников вузов. Впрочем, рады будут и людям среднего возраста. Кстати, чтобы устроиться на работу операторам специального образования и многолетнего опыта не нужно. Достаточно хорошо знать русский язык, уметь работать на компьютере и иметь хорошую дикцию. В компании предусмотрено обучение новых специалистов. Открытие новой площадки для любого контакт-центра это вопрос очень серьезный, поскольку речь идет о расширении ресурсов, об увеличении ресурсов, в первую очередь о наборе новых операторов, новых сотрудников, от которых, в принципе, зависит эффективность и дальнейшее развитие компании. Данная площадка будет развивать все сегменты. Это и коммерческие проекты, и проекты государственные. Мы осуществляем поддержку портала госслуги.ру, первую линию в соответственной поддержке, в рамках проекта информационного общества и электронного правительства. Площадь нового центра составляет более тысячи квадратных метров. Сейчас оборудована только половина, однако планируется, что уже в начале следующего года операторская площадка заработает в полную силу. Ольга Пырочкина, Елизавета Зайцева, Андрей Спиридонов, Республика. Совет по улучшению инвестиционного климата при главе Чуваши обсудил сегодня дорожную карту. В регионах разработали специальный стандарт, по которому впредь будет создавать благоприятную среду для бизнеса. Соответствующие поручения в феврале этого года дал глава Республики Михаил Игнатьев. О том, что сделано, говорили сегодня на первом заседании Совета под председательством премьер-министра правительства Чуваши Ивана Маторина. Притворять в жизнь инвестиционный стандарт будут с помощью дорожной карты. Это своего рода наглядный сценарий для власти, написанный для того, чтобы улучшить инвестиционный климат в регионе. Бизнес-карта включает в себя три блока. Инвестиционная стратегия Республики, условия для ведения бизнеса и гарантия инвесторам. А также 15 направлений, каждый из которых предполагает комплекс мероприятий. В качестве небольшого примера «Бизнес живо» интересуется планами региона по развитию и созданию инфраструктуры, что как раз прописано в дорожной карте. Смотрим формирование и ежегодное обновление плана создания инвест-объектов и объектов инфраструктуры в регионе. План создания инвест-объектов на 13-14 годы разработан. И у нас он вписывается в республиканскую адресную инвестиционную программу, в республиканские муниципальные целевые программы, а также инвестиционные программы с объектами естественной монополии. Данный план размещен на сайте нашего министерства, а также на сайте корпорации развития. В рамках стандарта, созданный сам Совет по улучшению инвестиционного климата, Институт уполномоченного по правам предпринимателей, корпорация развития, открыт инвестиционный портал. Это только часть большой работы. Дорожную карту разрабатывают совместно с Агентством стратегических инициатив, которые еще называют Общественной палатой для бизнеса. Сверху группы мы все соберемся и вот 19 декабря будем обсуждать и соответственно голосовать. В конечном итоге инвестиционный стандарт должен сделать регион открытым, понятным и привлекательным для бизнеса. А до конца года республика должна вести его в действие. Ольга Григорьева, Сергей Рябчиков, Республика. 11 декабря в арбитражном суде Чувашской республики продолжилось рассмотрение дела Волжской текстильной компании. Конкурсный управляющий обратился в суд с иском о привлечении к субсидиарной ответственности по долгам сразу пятерых бывших руководителей предприятия. Дмитрия Романцова, Никиту Колесникова, Владислава Дудина, Евгения Осокина и Дмитрия Порта. Сумма иска почти 4 миллиарда рублей. Сегодня суд рассматривал копии приговора в отношении уже осужденных Дудиной и Осокином, а также отчет по документальной ревизии ОАО ВТК. После того, как заслушали доводы всех участников процесса, судья решила отложить рассмотрение дела до 22 января будущего года. Напомню, что Евгений Осокин и Владислав Дудин в разное время руководили Волжской текстильной компанией, а Дмитрий Порт, Никита Колесников и Дмитрий Романцев были членами Совета директоров. ВТК в свое время входило в состав московской группы компаний «Савва», которые принадлежали хлопчатый бумажный комбинат, научебоксарские ДСК, строительные компании, печатные СМИ и канал «5+.» Запомнился этот холдинг и громким началом строительства Финской долины и Сувар-отеля. Эти объекты до сих пор не завершены. Все предприятия, которые входили в состав группы компаний «Савва», сейчас банкроты. О деятельности «Савва» в Чувашии пострадали почти полторы тысячи дольщиков и соинвесторов. В 2009 году в республике впервые столкнулись с проблемами обманутых дольщиков, массовых увольнений и долгами по зарплате. Сегодня в Ленинском районном суде Чувашии возобновилось рассмотрение уголовного дела в отношении судьи Андрея Емельянова, обвиняемого в наезде на пешехода. Уголовное дело было приостановлено в связи с назначением по делу повторной автотехнической экспертизы. В настоящий момент экспертиза завершена, и в ходе судебного заседания ее результаты будут оглашены. Марафон 550 добрых дел, приуроченный к празднованию юбилея города Чебоксары, продолжается. На этот раз благотворительная акция прошла в детском саду номер 137 для детей с нарушением зрения. В детском саду работает 12 групп, где воспитывается 130 детей. Половина детей – инвалиды детства по зрению. Дети здесь постоянно окружены заботой и вниманием, рассказывают сотрудники учреждения. Напомните, пожалуйста, правила выполнения зрительной гимнастики. За последние пять лет мы выписали 172 ребенка. Из них при поступлении в детский сад потенциальными кандидатами в школу слабовидящих было 76 детей. А в результате планомерной систематической комплексной медико-психолого-педагогической работы туда попало 35 человек. То есть почти в два раза меньше. Родители очень довольны проведением этой акции. Они надеются, что и в дальнейшем подобные мероприятия продолжатся. Своим детям у меня их трое. Я стараюсь в меру своих возможностей покупать регулярно что-то новое, чтобы они получали новые знания. Это и книги, и развивающие игрушки. Ну, конечно же, со стороны детского сада, если будет такая помощь деткам, разве это плохо? Этим садиком акция не закончится. Подарки получат и другие специализированные детские учреждения. Все желающие могут пополнить копилку добрых дел. Те, кто хочет участвовать в данном марафоне 550 добрых дел, мы ждем на университетской 22 в Центре развития дошкольного образования. Мы рады всех видеть. Мы ждем от вас помощи, которые пойдут по назначению детям. Михаил Дементьев, Регина Кубайкина, Андрей Шоклев, Республика. Новогодние праздники совсем близко. О любимых детских аттракционах – ледяных горках пока еще никто в Чебоксарах не позаботился. Власти решают, как именно обустроить места для катания с учетом прошлогоднего опыта. Тогда власти Чебоксара были вынуждены временно запретить кататься на ледяных горках, и было принято решение посыпать их песком. Травматизм на дневных аттракционах – вещь случайная, но и ответственность за это никто нести не хочет. К тому же на организаторах таких объектов лежит двойная ответственность, потому что основные участники катаний на горках – это дети. Ситуация пока остается неясной, однако в администрации города уверяют, что этот вопрос будет решен. Ответственность за размещение ледяных горок уже определены, поэтому Чебоксарцы без ледяных аттракционов остаться не должны. Лучше всех рисуют, поют и танцуют. В Чебоксарах подвели итоги республиканского форума «Одаренные дети Чуваши». Кто-то представил на суд жюри фотографии и видеоролики, кто-то эссе и стихи, и даже самостоятельно сшитые театральные костюмы. «Одаренных детей Чуваши» награждали сразу по семи номинациям. Один из участников поразил организаторов виртуозной игрой на музыкальном инструменте. На победу претендовали 150 человек. Именно столько ребят принимали участие в конкурсах. Но в результате на торжественную церемонию были приглашены 30 школьников. Им вручили золотые статуэтки, торты и подарки, которые могут пригодиться в работе. Микрофоны и профессиональные наушники. Работы юных художников были вывешены на обозрение всем. Претенденты на победу в номинации «Изобразительное искусство» рисовали плакаты о правде. Такую задачу перед участниками поставили организаторы форума. Многие картины просто поразили членов жюри. Но первое место заняла ученица гимназии номер 5. Анастасия не просто взяла в руки кисть, но изучила традиции, поговорки народов мира. Я разделила картину 12 секторов. В каждом секторе я хотела показать какой-то народ. Вот эта группа секторов обозначает чувасскую народность, эти три сектора – русскую народность, также там английский народ, французский, сирийский. Лучшие из лучших скоро поедут в Москву. На форум «Одаренные дети России». Около трех тысяч сотрудников полиции и военнослужащих будут обеспечивать безопасность во время эстафеты Олимпийского огня в Сочи 2014 в Чубаксарах. Напомню, что столица Чувашии примет эстафету 27 декабря. Стражи порядка в этот день будут работать в усиленном режиме. Планируется задействовать около трех тысяч полицейских со всех районов республики. Сто военнослужащих в войсковой части 39-97. 30 работников частных охранных организаций и 110 сотрудников федеральных служб Почувашской республики. Старт эстафеты будет дан от железнодорожного вокзала в 11 часов дня, а завершится праздник в 22 часа на стадионе Олимпийский. Факелоносцы пронесут огонь почти через весь центр города по проспекту Ленина, улицам Николаева, Калинина, Ивана Франко, Речной порт, Константина Иванова, Московскому проспекту и так далее. Центральные улицы будут перекрыты для всех видов транспорта. МВД Почувашской республики просит граждан заранее выбрать удобные для себя маршруты движения и места парковки автомобилей, не мешая проведению масштабного праздника. Вместе со всей страной следим за эстафеты Олимпийского огня и одновременно болеем за чувашскую спортсменку на всемирных зимних студенческих играх. Татьяна Семенова, мастер спорта по лыжным гонкам и биатлону, отправилась в итальянский город Трентино, где пройдут соревнования по биатлону. По предварительной информации, ее выступление состоится завтра, 12 декабря. На этом наш выпуск завершен. Я с вами прощаюсь. До завтра. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова